Мне кажется, очень многие из нас, независимо от того, в какой точке мира мы находимся, испытывают похожее состояние, которое, ну, а-ля мы можем назвать эмоциональным выгоранием, ну, как бы считается, что эмоциональное выгорание, это в первую очередь связано с работой, но я совершенно с этим не согласна, потому что, на мой взгляд, к эмоциональному выгоранию могут приводить любые внешние факторы, которые не зависят от нас. Поэтому я хотела обсудить с вами это и, конечно же, обсудить, а что с этим делать, что делать с этим состоянием, которое периодически накрывает, и это состояние связано, конечно же, в первую очередь не с тем, кто ты или что ты лично делаешь, а из-за внешних факторов, которые бесконечно долго на нас давят. Какие у нас есть признаки эмоционального выгорания? Это хроническая усталость, то есть нам не хватает сил. На самом деле это эмоциональное состояние, оно очень напрямую связано с кортизолом нашим, да, когда мы очень долго находимся в стрессе, у нас начинаются кортизольные проблемы, как у меня есть несколько серий постов на эту тему. Я в своё время здесь в клубе «Жить жизнь» поднимала эту тему сверхстресса, кому важно вообще вспомнить об этом, вы можете пересмотреть эти эфиры. То есть у нас наступает хроническая усталость, у нас хроническая усталость в таком состоянии, что ты не можешь встать в кровати. Второе – это раздражительность, да, когда нас начинают раздражать люди, их посты, их видео, то, как они живут там, да, всё, что происходит в их жизни и так далее. Апатия, то есть, да, такое вот чувство, что ты устал от этого состояния, устал от жизни, и такая лёгкая присутствует постоянно мысль, чтобы не уходить, не переводить на французский язык, это типа, ну, мне надоело жить, мне надоело за этим наблюдать, я, мне просто это всё достало, да. Ну, и, конечно, это сменяется очень часто излишним возбуждением, когда ты вот типа там 4-5 дней, а потом раз ты от чего-то такой переразбуждаешься, весь активный, это очень короткий период. Многие люди в таких ситуациях, так знаете, очень любят себе поставить начальную стадию биполярной личности, но это немножко другое. Вообще, на самом деле, в глобальном смысле эмоциональное выгорание сегодня не является психиатрическим диагнозом, и в МКБ 11 оно описано как предсостояние, которое дальше, если не научиться с ним справляться, может превратиться в нечто более серьёзное. Конечно, в глобальном смысле очень часто все эти же признаки мы имеем тогда, когда у нас есть какие-то проблемы со здоровьем. Ну, но здесь вот всегда ты возникаешь, вот возникает один и тот же вопрос, то есть, что было вначале, курица или яйцо, да, то есть, наше физическое состояние является результатом этого мышления, или мое физическое состояние привело к этому мышлению. На мой взгляд, не имеет значения, потому что если даже в результате мы имеем там, первое, что нужно сделать, когда мы испытываем это, убедиться в том, что с вашим состоянием здоровья все в порядке, да, то есть, сдать там общий анализ крови, посмотреть, что с анализом крови все в порядке, что ваши показатели, там, ферритина, гормонов, щитовидной железы, и, возможно, если есть причины сдать кортизол, если физиологически таких явных причин нет для этого состояния, то, конечно, мы тогда можем говорить о психологическом состоянии, эмоционального выгорания или апатии в глобальном смысле в жизни, в глобальном смысле, ну, как бы в состоянии, как общее определяющее наше состояние. Я устала, мне надоело, вот, ну, и так далее. Поэтому причины у нас, как я уже немножечко сказала, есть на самом деле две. Это внешние причины, и, на мой взгляд, эмоциональное выгорание в основном связано с внешними причинами, то есть, какая-то нескончаемая ситуация, на которую ты не можешь повлиять, это может быть работа, это может быть какая-то ситуация в мире, какой-то глобальный кризис, как я уже сказала, это может быть война уже в нашем случае, к сожалению, мы об этом говорим. Это могут быть отношения, которые ты вынужден терпеть, то есть, это внешние факторы. И внутренние факторы, это, как правило, наше какая-то внутреннее бесконечное напряжение и эмпатичность. Когда я говорю о внутреннем напряжении, это состояние, когда мы вынуждены что-то терпеть. Терпеть мы можем в силу разных причин, из-за собственных страхов, да, что-либо, либо мы действительно попали в ситуацию, где у нас нет выбора, мы как бы не влияем на эту глобальную ситуацию. У нас есть выбор отключиться от этих новостей, либо не отключиться, и все равно тогда так или иначе это будет на тебя давить, и ты будешь это терпеть. Ну и, конечно, этапы. Есть много разных психологов, которые создали свои способы диагностики, но я как бы сегодня поговорю только о немецком психологе, и я дам его шесть как бы основных шагов, но этапы это истощение физическое, психологическое, потом полная отстраненность и обесценивание себя. То есть, если мы вдруг начинаем себя уничижать, если мы чувствуем вот это чувство, что я устала, и у нас есть проблемы со сном, проблемы с питанием и так далее, мы можем говорить, что мы уже приближаемся к состоянию эмоционального выгорания.